здравствуйте в этом году купили вот такой автоклав для закатки домашних консьервов этот автоклав на 21 баночку и сегодня скорее всего будем катать рыбу была проблема с манометром пришлось манометр разобрать и стрелку передвинуть на полторы атмосферы так чтобы допустим при нулевом давлении он показывал ноль естественно скорее всего он плохо откалиброван но уже времени нет уехать магазин за новым манометром поэтому будем пользоваться таблицей соответствия давления и пара я потом эту табличку покажу намыли пол литровых баночек где-то 20 штук будем закатывать них а также с утра сходили на озеро и наловили пять с половиной килограмм щук хотелось бы наловить 10 ну наловили только пять я думаю баночек 10 мы закатаем какие нужны специи для домашнего консервирования это соль сладкий перец горький перец лимонная кислота масло фильтрованное например аллеянное и лавровый лист лавровый лист хватит когда будем накладывать я его принесу теперь по количеству в пол литровую банку нужно 5 грамм соли две горошины сладкого перца три горошины черного перца на кончике ножа лимонной кислоты 1 лавровый лист и 15 грамм это где-то столовая ложка олейна это на пол литровую баночку сейчас начали чистить рыбу вот такая щука это уже почищенная продолжаем чистить дальше напыляли дрова на распал сухие чтобы далеко не бегать за ними потому что варить нанадолго и чтобы всегда дрова были под рукой наша щучка чистим ее рыба меется в четырех водах для того чтобы была идеально чиста для консервации вот можно уже побачить что после первого митя она начи чистая но мы побачим что после другого что вода будет не совсем чистая это делается для того чтобы продукт был идеально стерильный рыба уже помытая вот с этого количества щук у нас получилось вот столько икры и в щуке были вот такие маленькие рыбки они наверное кушали но мы их тоже оставили так что вот такое количество щук здесь пять с половиной киллорам у щуки вот такая пасть она может золотить большую рыбу и зубы у нее очень и очень острые это у нас пойдет на уху головы и хвосты вот такую рыбку мы разрезаем на кусочки и вот эта рыба будет у нас закатываться банки у нас здесь около пяти килограмма рыбы и из расчета на один килограмм где-то нужно 10 грамм соли и вот мы взвесили соли у нас будет 50 грамм от удовольствия но потом поздно будет банки прошпариваем поласкиваем крутым кипятком потому что если лопнет то хайзара лопается иначе она нестерильная прополоскала вот так тщательно сюда ставим я пищу то ерунда то фигня перец так оцей сколько перец сладкий не сладкий нет то сладкий перец духмяный два горошка ну який же это он духмяный сладкий по 2 горошины да да по 2 горошины да по 2 горошины вот так вот чистыми ручками по 2 баночку а горького по 3 по 3 так пошло дело у нас процесс пошел давайте это 4 банки по 3 а 4 по 4 4 по 4 хорошо что я горько рибну а так я тут а крышки вообще надо было где-то витягти раз 3 3 да по 3 угу вообще перец он никогда не бывает лишний я тебе скажу ну да перец вот этот горошком 4 4 уже ставлю 4 хай будет там маленький ты сказал 4 да? 4 все так листочки лавровый листок крупный один маленьких можно по 2 талантно я не бачу где крупный можно сюда высыпать а я что бачу где крупный зенелки я раз в руку измешла и будешь по листочку розкладывать один один я их не мыю вообще не надо их мыть их кто же их мыет по одному да? да ну и все поехали я готовлю до вживания ну это один маленький можно два да? талантно а один будет он аромат знаешь який даст один на такую баночку все один там еще один ты так боишься вообще так все так все я не боюсь все хай в коробочку да зря я багато я багато витягла да всыпаем сок и постираем на кухне подальше и си си поем купим сейчас перейти вот ног будет равномерно вот вот так вот в друг шапой еще одна Гарно-гарно. Так как солится рыба, перетирается, а там больше соли, а сюда нет. И он так перетирается. Боже, поможи нам. Да нет, пай туда же на дно. Оно придавит. Ладно, оно попридавлю я сейчас. Ох, поехали. Поехали кататься. Ребка-ребка плавает по дну. Дайте чарочку одну. Ха-ха-ха. Вот. Смотри. Вот. Хорош? Так? Или больше? Может еще одну? Еще одну. Ну то и надо кусочек вот такие вот с крыльчком. Там получается надо до краешка вот такой палец, чтобы было. Ну-ка. Ну-ка пробуем палец. Так все. Она еще меньше. Еще одну можно снимать. Вот. Пожалуйста. Все, да. Все генок. Все. Все. Как немцы кажут генок мальчики. Так поехали. Вот такое урея. А когда оно втушится, то оно зменшится до рівня вот такого. Да, да, да. Оно втушится, оно будет вот так рибеть. Так, как вот то мясо. В кутоске масло качку. Вот так. Хе-хе-хе. Сейчас это быстро. Я могу и закатать. Хотя Вова закатает нас, да? Мужчинка. Мужчинка. Нас приложится к этому делу. Мужчинка у нас. Ох. Мужчинки же прокладываются. Смотрите. Вот. Еще два кусочка, я так думаю. Два кусочка? Да. Еще один. Еще один. Все отлично. Харя. Поехали дальше. И вообще олейкой и крышечками. Будем сейчас. Оба. Во хвостика кинула. Комусь попадется. О. Вот так. Ты кажешь, что тут будет 8 банок. Не буду. Сомневаюсь я. Что тут будет 8 банок. Сомневаюсь. Я даже так здесь. На кончик и нажали, сказали. Вот так. Оно. Витри руки. Все. Подожди. Уже я вытерла. Вот. Я одинаково. Вот набираю. Так? Одинаково? Одинаково. Вот. На кончик и нажали. Вот. Сюда я кидала? Нет. Нет. Не кидала. Я вижу, что тут нет. У нас же видно, что кидала. Вот. Все. Вот тут в этой ложке. Столовая? Да, да, да. Столовая ложка. Плюш для закатки. У вас акваптеки. Должно быть акваптеки. Вот. Заливаем олею. Оленью желательно. Вот. Пожалуйста. Резиночка была. Выйди. Я одну бракованную обнаружила крышку. А может ты Вова закатаешь? Я могу закатать. Закатай. Где? Закатывает мужчина. Хе-хе-хе-хе. Я тоже могу закатать. Попробовать одну банку. На. Закатай. Одну я попробую. А потом ты. Даже лишние крышки, ну ничего. Не пригодятся. Так. Резинки есть кругом. Дивите, чтобы не бракованые. Потому что брак это называется наш враг. Так. Поехали. 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 Так. Принимаем лишний. Прижимаем вообще-то. Вот так. Крешечку прижимаем. Сверху и снизу прижимаем. Сказали. Пошли. Не было. Ты будешь закатывать. Яблочкой. Че я уже пойму. Яблочка. Яблочкой. Женщина. Боже, помощи нам. Ага. Бачишь? Треба так выривнять. Да оно само выривню. Подожди, резинка выехала за борт, непонятно что, вынесла резинка, хорошо, отлично, крышечки закатали, те что купили первые, они были плохие, плохо закручивались, вкрутили вот эти крышки, и эти крышки самые хорошие, полянка называется, полинка, так что рекомендуем эти крышки. Уложили наши баночки вот таким образом, получился один полный ряд и одна баночка, заливаем воду, они чуть-чуть поплыли баночки. Больше, больше, больше. Как раз да. У нас крышки всплывали и мы поставили вон камень, если вы видите. А всплывали баночки, а не крышки, а всего 8. Так как у нас 8 баночек, у нас начали всплывать банки в воде, и поэтому на каждую баночку поставили по камню. И теперь они у нас не всплывают. Крышку закрутили хорошо, вкрутили вначале вот этот болт, потом напротив, потом вот этот, и так по порядку все закручивали, чтобы равномерно было. Накачали давление. По инструкции пишут, что должно быть полторы атмосферы. Вот у нас полторы атмосферы. Сейчас уже будем расхваливать огонь и планируем держать температуру 115-118 градусов и давление должно быть 1,8. Трошки подняться. Все, приступаем. Костер мы разожгли. Теперь надо следить за температурой. Оно должно где-то до 100 градусов разогреваться за полтора-два часа. Температуру нужно смотреть по вот этому термометру. Он вам сейчас показывает 11 градусов. А давление смотрим по вот этому прибору, по манометру. А если будет перерасход пара, там если давление будет выше нормы, то отсюда должен быть идти пар. Переизбыток пара. Если давление превысит 6 килограмм. Все, процесс у нас пошел. Только подкладываем дрова. Прошло 16 минут. И у нас температура поднялась до 25 градусов. Прошло полчаса. Температура уже 60 градусов. И заметили, что растет давление. У нас было давление 1,5 атмосферы. А стало ровно 2. Вот такие наблюдения. Времени прошло час 10. Давление у нас почти 3 атмосферы. И температура стала уже за 100 градусов. Теперь нужно быть предельно внимательным и аккуратным. Я так понимаю. Прошло час 20. Чуть больше 3. Давление. А температура 106 градусов. Температура нагрелась до 110 градусов. И начало кипеть масло. Масло я заливал редукторное. Видно, это масло кипит при 110. Сейчас срочно налил масло с двигателя. Я думаю, оно кипеть не будет. Сейчас будем ждать, сколько будет. Масло все равно кипит. И вот так выделывается. И что в этом случае теперь делать. Мы уже сняли. Давление около 4 атмосфер. А температура 122 градуса. На следующий день после полного охлаждения вытащили наши баночки. Ни одна банка не треснула, не лопнула. Ни одна крышка не сорвалась. И вот как закладывали 8 баночек. Рыбных консьеров. Вот так они и получились. Вот смотрите. Какая получилась рыба. Рыба целая. Как надо. Так что у нас с первого раза все получилось. Рецепт верный. Пользуйтесь я на здоровье. Пользуйтесь я на здоровье. 謝謝. Для этого было точно нужным.